Наша страна лишилась едва ли не самого многообещающего игрока в китайский бильярд, когда моего сына Гарри призвали в армию. Как его отец я, конечно же, сознаю, что Гарри не вчера родился, но стоит мне взглянуть на мальчика, и я готов дать голову на отсечение, что это случилось в начале прошлой недели. Короче, армия заполучила еще одного Бобби Петтита. Когда-то, в 1917-м, Бобби Петтит здорово смахивал на нынешнего Гарри. Петтит был тощий мальчик родом из Кросби в Вермонте, это тоже в Соединенных Штатах. Некоторые парни из его роты даже считали, что вермонтский кленовый сироп еще не обсох у него на губах. За обучение новобранцев в той роте в 1917-м отвечал сержант Гроган. Ребята в лагере строили разнообразнейшие догадки насчет происхождения сержанта. Догадки настолько умные, точные и приличные, что, думаю, не стоит повторять. Итак, в первый день армейской службы Петтита сержант обучал взвод приемом строевой подготовки с оружием. Петиту был известен свой, собственный, хитроумный способ обращения с винтовкой. Когда сержант скомандовал оружие на правое плечо, Бобби Петтит поднял оружие к левому плечу. Когда сержант приказал на грудь, Петтит послушно взял оружие на караул. Это был верный способ привлечь внимание сержанта. И он подошел к Петтиту, улыбаясь. «Эй, тупица!» — приветствовал Петтита сержант. «Что с тобой?» Петтит рассмеялся. «Я иногда путаюсь», — коротко объяснил он. «Как тебя зовут, детка?» — спросил сержант. «Бобби. Бобби Петтит». «Ну что ж, Бобби Петтит», — сказал сержант. «Я буду звать тебя просто Бобби. Я к мужикам всегда обращаюсь по имени. А они меня зовут мамашей, как у себя дома». «О!» — ответил Петтит. Так и пошло. У всякого взрывателя два конца. Один для поджигания, а другой набит тротилом. «Слушай, Петтит!» — гарпнул сержант. «Мы с тобой не в пятом классе обучаемся. Ты должен знать, что левое плечо у тебя одно. И что оружие на грудь не то же самое, что на караул. Что это с тобой? У тебя мозгов нет?» «Виноват, исправлюсь», — пообещал Петтит. На следующий день мы натягивали палатки и складывали вещмешки. Когда сержант подошел проверить, оказалось, что Петтит вообще не потрудился загнать колышки в землю. Придравшись к эдакой мелочи, сержант одним махом снес маленький полотняный домик Бобби Петтита. «Петтит!» — прошепел сержант. «Ты точно самый тупой, самый глупый и неловкий парень из всех, кого я знаю. Ты спятил, Петтит! У тебя что, мозгов нет?» Петтит пообещал. «Виноват, исправлюсь». Потом все сложили вещмешки. Петтит сложил свой, как ветеран, ну прямо один из парней в голубом. Сержант подошел проверить. Был у него славный обычай. Зайти сзади и, лихо размахнувшись, как дубинкой, вмазать рукой по естественному противовесу, который имеется ниже спины у сына любой матери. Он заинтересовался мешком Петтита. Подробности я опущу. Скажу только, что все разлетелось по сторонам, кроме последних пяти сегментов позвоночника Бобби. Звук был отвратительный. Сержант нагнулся, чтобы посмотреть на своего подопечного, вернее на то, что от него осталось. «Да, Петтит, много я встречал идиотов в своей жизни», — поделился сержант. «Много. Но тебя, Петтит, ни с кем не сравнишь, потому что ты самый большой идиот». Петтит стоял перед ним на трех конечностях. «Виноват, исправлюсь», — ухитрился пообещать он. В первый день на стрельбище шесть человек стреляли одновременно по шести мишеням из положения лежа. Сержант прохаживался туда-сюда, проверяя готовность к стрельбе. «Эй, Петтит, каким глазом ты смотришь в прицел?» «Не знаю», — сказал Петтит. «Кажется, левым». «Смотри правым», — взревел сержант. «Петтит, ты отнимаешь у меня двадцать лет жизни. Что с тобой? У тебя нет мозгов?» «Но это еще что!» После того, как ребята выстрелили и мишени придвинули, всех ожидал веселый сюрприз. Петтит всадил все пули в мишень соседа справа. «Сержанта чуть удар не хватил». «Петтит», — сказал он, — «тебе не место в армии, где служат люди. У тебя шесть ног, у тебя шесть рук. У остальных только по две». «Виноват, исправлюсь», — сказал Петтит. «Чтобы я этого больше не слышал, или я тебя убью. Я тебя правда убью, Петтит, потому что я ненавижу тебя, Петтит, слышишь? Ненавижу». «Серьезно?» — спросил Петтит. «Не шутите?» «Не шучу, братец», — сказал сержант. «Вот увидите, я исправлюсь», — пообещал Петтит. «Обязательно. Я не шучу, честно. Мне нравится в армии. Я еще стану полковником, не меньше. Не шучу». «Разумеется, я не рассказал моей жене, что наш сын Гарри похож на Боба Петтита, каким тот был в 1917-м. Но он здорово похож. Дело в том, что у мальчика не лады с сержантом в форт Иракезе. Если верить моей жене, форт Иракез пригрел на своей груди одного из самых упрямых и злых старших сержантов в стране. «Вовсе не обязательно», — твердит моя жена, — жестоко обращаться с мальчиками. «Нет, Гарри не жалуется. Ему нравится в армии. Но он не может угодить этому зверю, старшему сержанту. У него еще не все получается, но он обязательно исправится». «А командир этого полка? От него толку ноль», — думает моя жена. «Расхаживает с важным видом и ничего больше. Полковник должен помогать мальчикам. Следить, чтобы злой старший сержант не издевался над ними, не подавлял силу воли. Полковник, — думает моя жена, — обязан не только ходить туда-сюда». Так вот, в воскресенье, несколько недель тому назад, у ребят из Форт-Иракеза был первый весенний смотр. Мы с женой стояли на трибуне, и, увидев, как шагает наш Гарри, моя жена вскрикнула так, что с меня чуть не слетела фуражка. «Он идет не в ногу», — заметил я. «Ой, ну не надо», — сказала жена. «Но он идет не в ногу», — повторил я. «Ах, какое преступление! Ах, давайте его убьем за это! Посмотри, он уже идет в ногу! Он сбился всего на минуту!» Потом, когда заиграли национальный гимн, и мальчики взяли винтовки на караул, один уронил винтовку. Оружие всегда громко брякает, ударяясь о плац. «Это Гарри», — сказал я. «Такое может случиться с каждым», — огрызнулась жена. «Потише, пожалуйста!» Смотр закончился, солдат распустили, а старший сержант Гроган подошел поздороваться. «Добрый день, миссис Петтит!» «Добрый день», — ответила моя жена очень холодно. «Думаете, у нашего мальчика есть будущее, сержант?» Сержант улыбнулся и покачал головой. «Исключено», — сказал он. «Совершенно исключено, полковник!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова» Продолжение следует...